Вы смотрите новое Нижегородское телевидение. В прямом эфире интерактивный канал День за днём. Студия Оксана Ткаченко, Илья Приходько. Здравствуйте. Нижегородская область это прежде всего промышленный регион. На территории нашей области много промышленных предприятий. Кто-то успешно ведёт бизнес, а кто-то успевает не только этот бизнес успешно вести, но и заниматься социальными проектами и благотворительностью. Как на лекции по экономике побывал? Чем занимаются крупные корпорации? Готовы ли они заниматься социальными проектами и благотворительностью? Всё обсуждаем в прямом эфире. День за днём мы начинаем. О социальной ответственности бизнеса, о том, что бизнес должен не только зарабатывать, но и ещё, как говорят в простонародье, делиться. Говорят сейчас очень многие и просуждать на эту тему любят абсолютно все. Действительно, благотворительность в тренде. Но ведь есть предприятия, которые откликаются, когда к ним обращаются за помощью. А есть те, которые не только откликаются, но и сами инициируют какие-то социально значимые проекты, которые помогли бы развиваться тому или иному району, ну или региону в целом. Давай вообще скажем честно, что у представителей старшего поколения крупные корпорации, крупные компании, ну это мы сейчас называем их корпорациями, а крупные предприятия, как называли раньше, вот они всегда были социально значимыми. Если крупный какой-нибудь завод, комбинат, при нём всегда есть больница, при нём всегда есть пара школ, иногда даже детский сад. Согласитесь, такое вот ещё совсем недавно было нашей реальностью. Однако времена поменялись. И этот момент мы на какое-то время потеряли. Но, к счастью, сейчас на предприятия приходят такие промышленники, которые понимают, что это нужно возвращать, и это действительно очень важно. А есть и те люди, которые скажут, слушайте, ну какая социальная ответственность бизнеса? Есть же государство, пусть государство тратится, а бизнес должен в первую очередь зарабатывать. Вот сегодня в прямом эфире на НТВ мы пытаемся дать ответ на вопрос. Всё-таки крупный бизнес, крупные корпорации, чем они должны заниматься? Всё-таки социальным бизнесом, благотворительностью? Или исключительно работать на получение прибыли и отдавать деньги государству в виде налогов и прочих поступлений? Я напомню, телефон прямого эфира 434-34-77. Это возможность дозвониться, высказать свою точку зрения, оставить в нашем эфире свою реплику. Может быть, поблагодарить за что-то, да? Для вас кто-то сделал хорошее дело. А будет и возможность, наверное, и попросить о чём-то. Говорить будем уже, начиная с этого мгновения. Ну а сейчас время новостей. В нашей студии появляется Пётр Бушуев с последними известиями. Петь. Добрый день. Субтитры подогнал «Симон»! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую вас! Что в свежем выпуске новостей? Это время новостей. О самых актуальных событиях к этому часу расскажу прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон»! Итак, сегодня четверг, 29 ноября. Осень заканчивается. Синоптики обещают нам в последнюю ночь ноября до минус 14. Пора привыкать к зимним морозам. А сейчас время событий, которые уже произошли в Нижнем Новгороде и регионе. Деятели культуры и искусства, представители бизнес-сообщества, социальной сферы, промышленники и рестораторы. Таких разных людей объединяет одно. Все они – представители номинации премии «Человек-года», которую вот уже 10 лет в столице Приволжья проводят издание «Деловой квартал». Торжественная церемония началась с награждения победителя в номинации «Человек-года» в промышленности. Заветную статуэтку вручили представителям «Паурус Полюмет». Конечно, такие мероприятия, которые проводит «Деловой квартал», это называется популяризация деятельности, они очень важны. Потому что люди, которые делают экономику региона, они заслуживают особого внимания. «Человеком года» в социальном бизнесе стал директор Центра особенного детства «Не молчи» Олег Малышев. Идея помогать семьям, в которых родились малыши с особенностями развития, появилась после того, как Олег узнал о заболевании у своего ребенка. Счастье для них, для таких детей и для меня заключается вот в этих эмоциях, в тех звуках, ощущениях, которые ребенок испытывает. И вот буквально вчера, первый раз в жизни, ребенок сказал мне, «Мой папа, я тебя люблю». И мне кажется, вот это и есть победа. Вдвойне приятно было получить награду в номинации «Человек года» в сфере культуры. Им стал художественный руководитель Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров. Ну а лауреатом 10-й премии стала адвокат Ирина Фаст, которая в команде с другими юристами уже более трех лет работает над созданием нового законопроекта, призванного увеличить размер выплат при гибели человека из-за несчастного случая. Жизнь и здоровье человека оценивается в очень мизерные суммы в России. 70-100-120 тысяч рублей – среднее медиамное значение. Наша цель и основная задача – это увеличить эти выплаты для того, чтобы действительно была повышенная ответственность о работе дает слип. Сотрудники госавтоинспекции останавливают водителей не для проверки документов, а чтобы поговорить, а именно напомнить, что на нерегулируемом пешеходном переходе преимуществом обладает все-таки пешеход. Выполнил элементарные правила дорожного движения и не подверг человека опасности. Экипажи ДПС расположились на пересечении улицы Фучика и Южного шоссе в автозаводском районе областного центра. Этот участок достаточно проблематичный. Данное место было выбрано, так как оно является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, в частности наездов на пешеходов на пешеходном переходе. Автолюбителям лишний раз напоминают быть внимательны к пешеходам, ведь тоже люди. Профилактические беседы, правда, коснулись и участников дорожного движения, которые пересекают проезжую часть на своих двоих. К ним тоже часто есть вопросы. За время проведения операции без нарушителей, конечно, не обошлось. Вот только все они из числа водителей. Каждому придется оплатить административный штраф в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей. За пройдение данного мероприятия уже с 7 часов у нас уже было составлено порядка 10 административных материалов за нарушение правил дорожного движения, то есть непредоставление преимущества пешеходам. Держинские полицейские раскрыли кражу, которая была совершена в одном из загородных отелей, помогли съемке с камеры видеонаблюдения в фойе гостиницы. Некий мужчина, воспользовавшись тем, что вокруг никого нет, начал копаться в чужих вещах. Его не смутило, что одежда принадлежит маленькому ребенку. Мальчик, видимо, по незнанию просто оставил ее без присмотра. Добычей злоумышленника стало курткой и мобильный телефон. С заявлением в полицию обратились родители ребенка. Ущерб от действия злоумышленника был причинен на общую сумму 25 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 33-летний житель города Дзержинска, ранее судимый за имущественные преступления. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 уголовного кодекса России это кража. В настоящее время похищенное имущество изъято и передано законному владельцу. Ведется следствие. Лучших молодых профессионалов в сфере туризма определяют в Нижнем Новгороде. Соревнования по компетенциям туризм и администрирование отеля проходят сегодня в рамках чемпионата WorldSkills Russia. Участники демонстрируют свое мастерство в области профессиональной деятельности по продвижению и реализации туристского продукта. По итогам проведения чемпионата будут определены лучшие молодые специалисты, которые войдут в сборную Нижегородской области. Для участия в дальнейшем этапе соревнований в WorldSkills Russia и будут бороться за право представлять регион в национальном финале конкурса. Юбилей Театра юного зрителя – особое событие в истории нашего города. Артистов и директора ТЮЗа поздравляют коллеги и заслуженные деятели искусств России. Праздничный концерт начинается с документального фильма, посвященного истории Нижегородского театра юного зрителя. Здание театра было построено в 1978 году по проекту архитектора Ирины Заславской. Ее сыновья Александр и Сергей Егеревы тоже оказались в числе почетных гостей вечера. Сегодня ТЮЗ продолжает играть в жизни города и театрального искусства особо важную роль. Одним из самых дорогих гостей стала Рива Яковлевна Левите. Режиссер стала настоящей легендой театральной жизни нашего города. В этом театре она проработала более 20 лет. Так вот, дорогие мои друзья, прежде всего в праздник я, конечно, хочу вас всех обнять, расцеловать. У меня так много хорошего, замечательного связано с этим театром. Мы вам благодарны за каждый день и миг, за ту любовь, которую вы дарите, которую вы воплощаете в каждой минуте того действия, которое происходит на этой сцене. И прямо сейчас в Нижнем Новгороде проходит шестой всероссийский фестиваль «Театральная матрица». В Нижегородском институте управления и филиале «Ранхикс» работает наша съемочная группа. Подробности расскажем вечером. Вот что еще ждет жителей региона сегодня. В 14.00 в Кремле пройдет заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. В 14.30 стартует съезд социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области. В 15.00 пройдет проектная сессия по разработке экологической карты Нижнего Новгорода в информационном центре по атомной энергии. В 19.00 начнется концерт ансамбля «Опус-пост» «Три кита XX века» в Кремлевском концертном зале. И на этом пока все. Вернусь менее чем через час со свежими новостями. Передаю слово своим коллегам Оксану Илья. Спасибо. Спасибо. Ждем тебя через час со свежим выпуском. Интересно, что может измениться за час? Ну, наверное, может измениться многое. Да, все, что угодно. И наша программа тому доказательство. Потому что мы начинаем иногда с одних вещей наших разговоров, заканчиваем иногда очень часто вещами революционными в конце. Но начнем на ночь позитивной. Я думаю, что и в течение эфира эта нота будет взята на высшем уровне и продолжена. Говорим сегодня о том, насколько крупные промышленные предприятия должны заниматься благотворительностью или бизнес – это бизнес и ничего более. Как вы думаете, звонить можно, начиная с этого мгновения. Телефон наш не изменился. 434-3477. Эфир прямой. Дозванивайтесь, оставляйте свои предложения, пожелания. Может быть, у вас есть какая-то мысль, которую бы вы хотели донести с помощью прямого эфира ННТВ. Дерзайте. И у нас есть интерактивный опрос в нашей группе ВКонтакте. Напомню, называется группа точно так же, как и наша программа – «День за днем». И там уже можно голосовать за несколько вариантов развития нашего опроса. Должны ли крупные предприятия заниматься социальными проектами? Спрашиваем и вас. Три варианта на выбор. Давайте поможем промышленникам определиться и, может быть, работать более активно в этом направлении. Вариант для голосования первый. Да, раньше так и было. Все то, что озвучил Илья в начале нашего эфира. Что действительно в советские времена были ведомственные предприятия и подведомственные учреждения. И это были целые блоки. И вот так и должно быть. Второе. Нет. Им надо зарабатывать всего лишь. Именно такой вариант в нашем опросе. Ну, в общем, бизнес есть бизнес. Зачем чего-то требовать, если у нас капиталистические отношения? Все честно. Что заработал, то твое. Зачем это тратить? Если вы считаете, что это правильно, голосуйте за этот вариант. И вариант третий. Социалкой должно заниматься государство. Вот этот вариант долгое время был в лидерах. В завершении нашего эфира узнаем, сохранил ли этот вариант свое лидерство. Потому что действительно многие думают, что раз мы платим налоги, платим в казну государство, то и государство должно нам помогать во всех наших бедах. Вот честно скажи, за какой из трех вариантов ответа ты проголосовала? Я проголосовала также за третий вариант. Ты считаешь, что только государство должно? Крупные предприятия никому ничем не обязаны. Нет, они если захотят, то, конечно же, могут помогать. Но не вот что они должны. А, вот. Ты просто хочешь, чтобы чиновники и власти всех мастей не расслаблялись таким образом, что есть богатые предприятия. Вот пускай они и заметят. Хитро. Хитро, впрочем, как и всегда у тебя. Ну, а мы предлагаем прямо сейчас посмотреть видеоматериал для погружения в нашу сегодняшнюю тему. Теперь у ВИКСИ мамы, которым надо выходить на работу, а ребенка ясельного возраста не с кем оставить, могут обратиться в Центр дневного пребывания детей. Здесь работают профессиональные педагоги, которые прошли специальное обучение. И все условия для малышей созданы. На это пошли средства гранта – 200 тысяч рублей. Максимальное количество денег мы потратили на ремонт теплые полы. У нас сделаны здесь в группе и в спальне игрушки. Мы все приобрели новый телевизор, чтобы заниматься с детьми. Наталья Рубцова стала одним из победителей грантового конкурса «Начни свое дело». Его проводит объединенная металлургическая компания. Конкурс призван помочь активным людям начать свой социальный бизнес. А это экологическая акция «Чистый лес». Ее организовали победители конкурса ОМК «Партнерство». Вместе с волонтерами на очистку лесного массива вышли сотрудники Виксманского металлургического завода. В эти живописные места горожане часто приезжают на пикники. К сожалению, многие оставляют после себя бытовой мусор. За 2,5 часа участники акции собрали около 40 мешков мусора. Суть акции – ну, во-первых, показать людям, наверное, как мы относимся к своей природе, кто творится сейчас, все загадили. Вы сами видите какой-то лес. В этом году в Виксе благодаря промышленному предприятию реализуется 23 социальных проекта на сумму 4 миллиона рублей. Но деньгами не измерить эмоции от выпускного балла, который стал по-настоящему счастливым для этих девчонок. Каждая стала участницей акции «Выпускной для Золушки». Над ее образом колдуют лучшие мастера салонов красоты города Виксе. Критериями отбора для участия стали активность, хорошая успеваемость в школе, участие в волонтерских акциях, всевозможных олимпиадах, творческих конкурсах. Девочки выбраны были не случайно. Такие акции помогают решить серьезные социальные проблемы, с которыми сталкиваются обычные горожане. Кстати, жители Виксе очень активно поддерживают подобные начинания. А на предприятии считают благотворительность важной частью корпоративной этики Объединенной Металлургической Компании. Ну и как вы, наверное, уже поняли, в сегодняшнем нашем эфире на примере Виксы и Виксунского металлургического завода мы рассмотрим, как, наверное, должна выстраиваться социальная деятельность крупного предприятия. Я приглашаю к нам в гости руководителя направления по корпоративной социальной ответственности Объединенной Металлургической Компании Ольгу Миронову. Ольга Ивановна, добрый день. Добрый день, дорогие коллеги. Рады вас видеть. Вот на слуху действительно у всей Нижегородской области то, что делает ОМК, то, что делает ВИКСа. Вы такие единственные в регионе? У вас вот конкурентов в этом направлении нет. Я думаю, что нет. И мы наблюдаем, что группа компаний «ГАЗ» подключается к таким же программам. И буквально вчера в «Ре-Новостях» награждали лучших корпоративных волонтеров. И я видела, что из Нижегородской области были номинанты, которые заняли второе место. Это вот приятно, когда есть такие конкуренты, потому что они не конкуренты, а вы делаете одно общее хорошее, доброе дело. Да, конечно. Мало того, что предприятия за рынки борются, они теперь еще и за соцсферу начали бороться, я так понимаю. Видимо, таков новый капитализм у нас. Нет, совсем не так. Дело в том, что если мы говорим о благотворительности, то это часть корпоративной социальной ответственности. И мне очень интересно было, как вы разграничили, должно ли государство отвечать за социальные программы, должен ли бизнес это делать. Тем не менее, такова парадигма, что корпоративная социальная ответственность – это, конечно же, уплата налогов, это, конечно, промышленная безопасность, это, конечно, экология, это развитие персонала. И развитие территории присутствия. Все крупные компании, которые работают в моногородах, это металлургические, горнодобывающие, находясь в моногороде, они вынуждены развивать социальную сферу. И потому что человек, выходя за проходную, он погружается в тот же город. И есть еще такая концепция устойчивого развития. Глобальный договор ООН принял 17 целей устойчивого развития. Причем все компании это приняли, где есть цели. И одна из целей – это устойчивые города, устойчивые поселки. И вот как раз партнерство в целях устойчивого развития. Когда мы вовлекаем активных граждан, тех же самых людей, которые хотят сделать свой волонтерский проект. Малый бизнес, решить острые социальные проблемы города. Это, во-первых, выгоднее. И это делает предприятие устойчивым. Вы огромные деньги вкладываете во все эти проекты. Давайте посмотрим на видеостену. Те цифры, которые мы нашли на ресурсе ОМК. Мы узнали, что 203 миллиона рублей только в 2017 году было потрачено на социальные и благотворительные проекты. 3 миллиарда рублей на социальную сферу. С 2011 по 2017. 17-й больше 200 миллионов рублей в год тратится на охрану природы. Цифры на самом деле впечатляют. Не сильно ли это обременительно для ОМК? Дело в том, что все крупные компании имеют такой бюджет, и это оправдано. Потому что, если мы смотрим на охрану природы и на модернизацию производства, это вложение в свой бизнес фактически. Поэтому для того, чтобы стать устойчивым, для того, чтобы находиться как можно дольше на рынке, компания постоянно должна изменяться и вкладывать, зарабатывать и вкладывать. Вкладывать в те регионы, где мы работаем, вкладывать в тех людей, которые работают на наших предприятиях. И еще, не забывайте, вы уже, наверное, поколение миллениалов, я так думаю. И сейчас идет возрастной слом. Приходит новое поколение Z, которые рождены в 2000 году, и у них совершенно другие ценности. Мы смотрим на то, что люди, которые работают на предприятиях, которые мы хотим нанять, для них очень важна именно социальная сфера и то, что делает компания вовне, вне бизнеса. И поэтому все компании, надо сказать, вкладывают большие средства. Хочешь быть привлекательным работодателем, занимайся всем этим. Бизнес никогда не останавливается, он движется вперед. Просто среди обывателей очень часто такое есть мнение. Ну да, вот действительно, Моногород, там предприятия, наверное, власти их заставляют вкладывать деньги. Наверное, власти грозят, хотите работать, давайте занимайтесь вещами. Просто я слышал своими ушами такие вещи. Это вовсе не так. Дело в том, что, опять же, власти – это наши партнеры. И я могу сказать, что в наших благотворительных программах власти играют большую роль. Например, грантовый конкурс МК «Партнерство» у нас идет при патронировании Министерства внутрирегиональной политики, они смотрят наши экспертные заявки. Программы по социальному предпринимательству, и мы очень рады, что Министерство промышленности и торговли – наш партнер. Более того, они вместе с Центром инновации в социальной сфере реализуют программу, берут основную часть программы на себя. То есть образовательный блок и акселератор, где докручиваются вот эти социальные предпринимательские проекты. Поэтому это не совсем так. Но что греха таить, из Нижегородской области многие желают уехать в Москву. Даже вчера мы с Ильей были по делам в Москве. Мы наблюдаем, что многие в Фейсбуке отмечают «я сегодня в Москве», «я в Москве» или «по делам», или меняют место работы. В Иксе вы какую тенденцию наблюдаете? Настолько там все комфортно, благоустроенно, жителям приятно жить? Что они никуда не хотят уезжать. Нам не нужно большего. Ну, я могу сказать, что в Иксе достаточно интересно. По сравнению с малыми городами Нижегородской области, вспомним тот же самый Артавраг. Есть места, куда пойти, чем заняться. Есть внутренний промышленный туризм. Компания очень много делает для того, чтобы развить культуру, чтобы действительно вкладываться в образование. Поэтому у нас не все неплохо. Никуда уезжать не надо. На самом деле, мы видим даже тенденцию, что люди могут вернуться. Потому что в Иксе, в Москве достаточно сложно растить детей. Потому что тратишь много времени на... Банальное перемещение. На перемещение, конечно. В Иксе все комфортно, все замечательно. И чем больше будет неких услуг, мы смотрели в сюжете, детский сад маленький. У нас 12 таких проектов интересных в сфере услуг открылось в рамках программы «Начни свое дело». Вот. Давайте на нем остановимся. Действительно, в 2018 году в Иксе заработал проект «Начни свое дело». До этого, видимо, вы опробировали на других малых городах, да? Да, мы опробировали на других малых городах. 2016, 2017, и, наконец-то, 2018. Пермский край благовещен. Давайте посмотрим видеосюжет, что и в Иксе был победитель, который открыл свой небольшой хостел. Мы проходили успешно обучение в рамках этого проекта и подали заявку на данный грант, где приняли участие, и выиграли, соответственно, в размере 200 тысяч рублей. Создано два рабочих места. Планируем еще три рабочих места создать на перспективу. Давайте подробнее. Человек вдохновенно рассказывает о создании рабочих мест. Что это за проект? Для кого он на что направил? Могли было подано заявок? У нас в обучении прошло более 80 человек, порядка 36-40 заявок. Программа состоит из трех блоков. Очень большой образовательный блок, где люди учатся писать бизнес-план, продвигать свою продукцию, быть устойчивым на рынке, маркетинг и так далее. После этого только те, которые прошли образовательный блок, могли написать свою заявку. Дальше отбирало жюри. Дальше они попадают в акселератор. И надо сказать, что представитель агентства стратегических инициатив Сергей Бочаров, я думаю, невозможно, чтобы он приехал в нашу ВИКСу и кого-то там наставником был. Он является наставником части людей. И Борис Окладников, который был в сюжете, он такой очень активный житель города ВИКСу, он предприниматель. Он решил, он увидел нишу, что нет дешевого жилья, хостела. Его много где нет, я подумал. У нас действительно есть отель Баташов, 4 звезды, у нас есть там деловой клуб, есть где остановиться. Но когда проходит Артавраг и действительно сейчас идет развитие внутреннего туризма, это дает возможности. Поэтому он открыл хостел Нафаня, такой очень смешной. Смешное название, но тем не менее очень прекрасное. Поэтому вот такой проект родился. В следующем году будет продолжен этот проект? Могут уже те люди, которые задумались, у меня, наверное, есть какая-то предпринимательская жилка, я бы вот тоже хотел. Да, на следующий год мы продолжаем программу ВИКСе. В прошлом году мы поддержали, вернее, в этом году мы поддержали 12 проектов. И надо сказать, что мы выбирали. Были те проекты, которых можно было немножко поправить, докрутить каким-то образом. Вы даже не ожидали, что будет такое количество желающих? Если честно, я не ожидала. Я думала, что ВИКСа навряд ли она сделает. А вот как раз выстрелили вот эти купеческие корни. Все-таки ВИКСа, она такая патриархальная, умеющая считать копеечку. Ну, если хостел Нафаня, то, в общем, да. Конечно, да. Но там еще и более интересные проекты есть. Ждем и воплощения этих проектов, я думаю, в том числе и с помощью тех программ, которые реализует ОМК. Но очень важно ведь еще и уделять внимание экологии. 200 миллионов рублей в год, мы смотрели цифру, даже больше выделяется на окружающую среду. И в Иксунский металлургический завод стал победителем 14-го всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности России» 2018 год. Предприятие было отмечено сразу в двух номинациях. Да? Да, это правда. Но это как раз направление корпоративной социальной ответственности, потому что бизнес не должен убивать природу, а потом как бы что-то делать. Поэтому идет модернизация производства, и вот достаточно много средств вкладывается в экологию. Это тоже концепция устойчивого развития и часть корпоративной социальной ответственности. И в то время как в Нижнем вырубают деревья, идет бой практически за каждое дерево, в Иксе появляются все новые и новые деревья в рамках проекта «Зеленый город». Давайте вместе посмотрим. Сейчас у нас проходят значительные изменения. Город благоустраивается, озеленяется. Пришла идея озеленить вот именно этот участок. Наш проект «Зеленый город» выиграл грант 150 тысяч, на который мы закупили саженцы, черемухи, и посадили их в районе улицы Островского. Остальные саженцы будут посажены на литературной площади. Смотрю, молодые лица в этом проекте. Это в основном проект на студенчество, на школьников. Для кого он больше? Вы знаете, дело в том, что в Иксе, ведь она же горела в 2010 году. И очень сильно. И вот эта тема, она востребована. Я уже говорю, ну, слушайте, ну, можно уже перестать сажать эти деревья. Тем не менее, это потребность города, потребность людей. Вот настолько у людей, видимо, это запало в память? Конечно, конечно, абсолютно. И самое интересное, что в рамках грантового конкурса мы не насаждаем говорить, не говорим то, что вот делайте вот это, вот это не делайте. Инициатива идет снизу, и мы ее просто как бы поддерживаем. В Иксе очень много проектов, связанных с экологией, среди грантового конкурса ОМК «Партнерство», здоровым образом жизни. У нас есть прекрасный проект «Паркур на беленьком песочке». «Беленький песочек» — это вот такое красивое романтическое название пляжа. То есть это на самом деле белый песочек? На самом деле беленький песочек, даже не белый, а беленький. И активисты наши, волонтеры, сотрудники, они решили сделать воркаут-площадку. Причем они такие накаченные, с кубиками. Очень интересно, это тоже как бы некая тема города. Мужчины в Иксе брутальные, спортивные, женщины такие же. Ольга Ивановна, деревья много не бывает, дели немного не бывает, поэтому не останавливайте этот проект. Я думаю, что он должен жить и должен продолжаться. Ну и так же, как эфир наш тоже должен жить, должен продолжаться. Мы сейчас перервемся, у нас коммерческая информация, она пролетит мгновенно, а потом новый участник нашей студии продолжим обсуждать тему. В рамках своей благотворительной миссии уступаю право первого слова тебе. Это ведь прекрасно, когда есть такие социально активные партнеры. Я думаю, что сейчас администрации в Иксе завидует и правительство Нижегородской области. Ну и раз уж мы сегодня говорим о том, как в Иксе, и наши гости сказали, что власти, знаете ли, это наши партнеры, прежде всего нас они не заставляют, не принуждают, а только помогают. Давайте сейчас узнаем, так оно на самом деле или нет, и приглашаем в нашу студию представителя комитета по социальным вопросам законодательного собрания Нижегородской области Ольгу Щетинину. Ольга Владимировна, добрый день. Проходите, присаживайтесь. У нас так часто бывает, сегодня снова у нас две Ольги в одном месте. У нас концентрация людей с таким именем в студии выросла только что. Ольга Владимировна, вот здорово же, когда есть такие предприятия, которые помогают вам обустраивать Нижегородскую область в том числе. Конечно, это здорово, и у нас таких предприятий много в Нижегородской области. Вот отвечая на тот вопрос, который вы провокационно задаете всем сегодня, в том числе телезрителям, я бы сказала, наверное, в гармонии и в партнерстве будущее развития социальной сферы. Вот это интересно. Есть такая структура, которая звучит очень красиво. Ну, структура, я уж не знаю, правильно ее называю или нет, называется Совет благотворителей, не иначе. Вы его возглавляете. Кстати говоря. Ну, благотворительный совет Нижегородской области, у нас два сопредседателя, я и Евгений Люлин. Как давно он вообще появился? Сколько лет работает? Уже несколько лет работает он на территории Нижегородской области, создан решением законодательного собрания. И вот буквально недавно мы новый созыв сформировали благотворительного совета Нижегородской области, который будет теперь работать на протяжении трех лет. Но ведь благотворители, они не остаются в стороне, и власть всегда их примечает и поздравляет, и награждает. Это точно, и чествуют они ежегодно их фактически. Давайте посмотрим, как в минувшем году чествовали благотворители у нас в Нижегородской области, и поговорим об этом подробнее в нашем эфире. Сейчас появится видеоматериал, я думаю, в ближайшее время. Кстати говоря, а кто может стать участником благотворительного совета? Это исключительно представители крупных промышленных предприятий, социальных организаций? Нет, есть система формирования, которую предлагают в состав благотворительного совета. И правительство предлагает кандидатуру, и законодательное собрание, и некоммерческие организации, крупные компании. Сами благотворительные компании могут предложить кого-то войти. Общественная палата Нижегородского, с тем самым формируется его состав. Ну вот пока вы отвечали на вопрос, у нас появился и видеосюжет, давайте теперь посмотрим. Победителей фестиваля благотворительных организаций наградили в Нижнем Новгороде. Церемония прошла в усадьбе Рукавишниковых, в прошлом известных меценатов. Поздравили благотворителей председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и исполняющий обязанности вице-губернатора Евгений Люлин. В 2004 году в регионе был создан благотворительный совет, и сегодня мы входим в десятку субъектов федерации по уровню привлечения финансирования на реализацию социальных проектов. В 2017 году вступил в силу федеральный закон о создании нового типа некоммерческих организаций, исполнителя общественно полезных услуг. НКО теперь могут получать господдержку наравне с государственными учреждениями. Поскольку я руковожу крупным коллективом и имею возможность помогать больше, чем другие, то, наверное, мои какие-то заслуги, они могут быть более видны. Хотя, на мой взгляд, это не обязательно. Многие средства вкладывать, у кого-то есть меньше возможностей. Но пусть это будет примером для всех. Вот такая дополнительная помощь, которая еще базируется не на просто исполнении каких-то служебных обязанностей, а вот на позыве души, она, конечно, всегда более эффективна, и люди получают не только материальное вспоможение, но еще и любовь, и поддержку, и душевное тепло. Ольга Ивановна, представители ОМК тоже не остались в стороне, тоже в числе награждаемых? Да, конечно. Анатолий Михайлович Седых получил медаль за благотворительность. Раз мы говорим про выксу, кстати, может быть, и звонки оттуда, я не знаю, да? Может быть, и оттуда. 434-34-34-77. Добрый день, мы слушаем вас. Алло. Добрый день. Добрый. Меня зовут Елена Столярова, я жительница поселка Шиморское, который находится в Выксунском городском округе, городе Выкса, Нижегородской области. Вопрос у меня такой, кстати, его адресовали мне жители нашего поселка, в основном малообеспеченные люди, старики, многоодетные семьи. У нас в мае этого года был закрыт социальный объект, общественная баня. Пока нам особых предложений никаких не поступило, как решить эту проблему, люди остались без такого важного объекта. И в связи с этим у меня вопрос, просьба, можно ли обратиться к нашему градообразующему предприятию, Выксунскому металлургическому заводу, чтобы он помог нам с ремонтом котельного оборудования и трубы, которые находятся на кровле этой бани. Потому что вся проблема именно заключается в ремонте данного оборудования. Интересно, спасибо. Спасибо, услышали. Я думаю, что нужно сначала обратиться к администрации города и в партнерстве с ним. Я думаю, эта проблема будет решиться. И еще, на самом деле, активные граждане того же самого поселка Шиморская, они много участвуют у нас в грантовом конкурсе МК «Партнерство». Они делают социальные проекты, и мы поддерживаем в рамках 250 тысяч рублей, если объединение усилий самих жителей, администрации и предприятия. Вот тогда это как бы возможно. Но я думаю, что действительно нужно написать администрацию городского округа Выксы, прежде всего. И я думаю, что можно письмо написать на имя управляющего директора Выксенского металлургического завода. Но опять же, я призываю, 1 февраля у нас стартует грантовый конкурс МК «Партнерство». И поэтому вот эту женщину я просто буду смотреть в заявку. Попадала она заявку на решение этой проблемы или нет? Ну что ж, надеюсь. На самом деле, все пути открыты. И вот есть предложение, от которого вы, наверное, не сможете отказаться, для того, чтобы в вашем поселке было комфортно. Я хотел вернуться к деятельности совета. Что оценивает совет, когда награждает лучших благотворителей? Что важно для экспертов? Сколько денег они вложили, чем больше, тем лучше. Сколько людям помогли, может быть? Что это такое? Вы знаете, не так давно у нас действует эта награда. Она была как раз по инициативе благотворительного совета введена в Нижегородской области. И есть и дипломы благотворителями, есть медали различного уровня. И при оценке не только, конечно, учитывается масштаб вклада, да, хотя это, безусловно, тоже важно. Учитывается системность благотворительной деятельности, да, неоднократность этой благотворительной деятельности. Вы знаете, иногда мы рассматриваем тех людей, которых номинируют на благотворителей. Или это просто, ну, например, ТСЖ, или вот... То есть даже такие бывают случаи? Да, 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 активные, очень, например, такие образования внутридомовые, активных ТОСов, которые организуют постоянно какую-то благотворительную деятельность на территории своего микрорайона. Я хочу быть председателем ТСЖ, я понял, вот он путь к славе, на самом деле, откуда он начинает. И чтобы тебя наградили, да? Но при этом активно работать тогда, в том числе, главная помощь людям, тогда безусловно. Тогда надо подумать. Просто быть руководителем ТСЖ, мне кажется, это мало. Я думаю, у вас больше шансов, если вы работаете в СМИ и освещаете благотворительные проекты. От вас будет больше толку, потому что очень важно продвигать идеи благотворительности среди всех. Вот, кстати, у людей чаще всего рентная такая установка «сделайте за меня». На самом деле, очень много ресурсов, возможностей, когда люди объединяются и могут сделать что-то вместе, вместе с властью, вместе с бизнесом, который находится. Лучше приходить с какими-то уже готовыми идеями, проектами, говорить, я вот, не знаю, там, хочу то-то, дайте денег, потом я подумаю, как это сделать. В рамках грантового конкурса у нас есть большая образовательная программа, потому что она позволяет прописать проект. И я могу сказать, что победители ОМК-партнерства у нас смело выигрывают президентские гранты. Если, например, грантовый пул ОМК-партнерства за 4 года порядка 13 миллионов, то привлекли они порядка 26. То есть это важно обучать проектному менеджменту, и люди уже смотрят, где можно там собрать на краудфандинговой платформе, написать президентские гранты, написать какую-то другую компанию, например, Лукойл. То есть мало того, чтобы помогать, вы еще и учите людей, как это делать? Это самое важное, наверное. Это самое важное, потому что… Денег дать проще. Ну, это да. Но это не решит какой-то проблемой и не даст навыкам людям решать собственные проблемы, которые существуют. Но у вас в Эксе есть очень красивые проекты. Например, в 2018 году прошел проект выпускной для Золушки, который тоже стал победителем ОМК-партнерства. Вот мы сейчас посмотрим, и вы, Ольга Владимировна, скажете, а вы бы поддержали вот такой проект? Он вам нравится? Давайте посмотрим вместе. Участвую во всех, мне кажется, мероприятиях, потому что я и отличница, и активистка, и по совместительству спортсменка бегаю, все эстафеты всегда. И когда меня вызвали к директору и сказали, что ты будешь участвовать, у меня лились слезы просто от счастья. Я очень благодарна и организаторам, которые это все проводят, которые были с нами наставники, которые нам помогали, выбирали вместе с нами, ходили по магазинам. Спасибо вам большое за то, что смогли воплотить мои мечты. Ну что, вот такие красивые проекты? Как можно не поддержать идею воплощения мечты конкретного человека? Мне кажется, очень добрый, очень хороший. А вы ходили на свой выпускной? Потому что я вот на свой не ходил, например, и мне даже, собственно, не с чем сравнивать эти эмоции. Я ходила, я ходила, мне кажется, не знаю, почему вы решили отказаться от этой процедуры. Но в Иксе есть другие проекты из качества пробона, когда люди, уже профессионалы, делятся навыками. И у нас какая-то волна в этом году проектов пробона, когда наша пресс-служба Выксунского методологического завода делает тренинги по созданию видеоматериалов для детей или семей в трудной жизненной ситуации. Потому что это навык, который человек... Вот журналисты могут... Да, журналисты запросто могут вести тренинги. У нас, например, в часовом взгляд через объектив, причем они решают свою проблему. Они привлекают молодежь и обучают различным операторскому искусству, видению. И тем самым готовят себе смену. Но решают, дают возможность профориентации для людей и возможность сделать выбор. Поэтому в прошлом году у нас был наставнический проект для детей-сирот. Благодаря Нижегородской организации, которая приехала к нам и сделала такой проект в Иксе. Наши сотрудники, волонтеры были наставниками в социально-революционном центре Пеликан. Это уже из разряда социальное волонтерство. У нас есть волонтеры, которые ухаживают за пожилыми людьми в доме престарелых. Я думаю, что в следующем году мы сделаем тему УМК-партнерства, направленную на людей пожилого возраста и вовлечение людей 55+, 65+, в наши программы. Потому что они могут быть не только рецепиентами помощи, но и сделать что-то сами, благодаря своему опыту жизненному, каким-то интересным жизненным стратегиям. Поэтому серебряные волонтерства, например, в Москве очень здорово развиваются, и мы очень хотим вот эту штуку привести в ВИКСу, показать. Я думаю, что у нас получится, потому что действительно для меня ВИКС — это такой флагманский город, флагманский район в рамках социального... Как минимум, там есть системный подход. А может быть, есть и другие вещи? Нет, а есть еще вот такие, Ольга Владимировна, районы, города, которые могут похвастаться. А мы тоже молодцы, а мы нисколько не хуже. Ну, знаете, у нас очень много некоммерческих организаций, организаций социального бизнеса, социального предпринимательства, которые развивают свои территории. Здесь, конечно, в ВИКСе повезло, потому что у нее есть такой партнер, но тем не менее мы, например, понимаем, что для Акстова, допустим, роль Лукойла очень сложно переоценить, наоборот. Потому что переоценить здесь невозможно, она действительно велика. Или у нас есть очень многие другие компании, которые ведут социально ответственный бизнес, вкладывая средства в том числе в социальную инфраструктуру. Потому что наш человек, который проживает на территории, для него важен не только уровень заработной платы, хотя, безусловно, это значимо, но и то, в каких условиях он живет, какая социальная инфраструктура вокруг. Поэтому очень многие предприятия, которые могут себе это позволить, в том числе вкладывают в развитие социальной инфраструктуры. И, опять же, все зависит от объема, прибыли предприятия, от масштаба его деятельности. Но у нас очень много в Павлово, например, небольших предпринимателей, которые проводят совершенно инициативно, не претендуя ни на какие слова благодарности, ни на какие дипломы. Зачастую тайна от вас, видимо. Кстати, вы знаете, это все время у нас на благотворительном совете очень яркая дискуссия. А можно ли говорить, а нужно ли говорить, должно ли быть добро вот таким, ну, тайным, да, или все-таки нужно? Вот мы в благотворительном совете считаем, что категорически нужно рассказывать, чем больше, тем лучше. И благодарны вам, что вы поднимаете такие темы, потому что это важная часть. Мне кажется, человек, когда смотрит, как делают другие люди, он в этом смысле заражается этим добром и сам в этом участвует. И продолжает это. Да, и вчера была очень интересная дискуссия в рамках Московского форума по корпоративному удовольствию освещение в СМИ. Я знаю, что «Комсомольская правда» ведет рубрику «Доброволец», причем по всей стране. И как раз СМИ, такие маститые СМИ, там РИА Новости, они говорили, ведомости, говорили о том, что действительно очень важно популяризировать это. Потому что в СМИ это тоже является бизнесом, фактически, да, и у него тоже должна быть корпоративная социальная ответственность. И вы имеете такую возможность влиять на мировоззрение людей. Что мы и делаем. Тема социальная и благотворительность. Приглашайте нас. Каждый месяц точно, наверное, в нашем эфире. Поэтому, знаете, что там эти маститы? Мы, знаете, не менее маститы, чем другие. Конкуренты завидуют. Накануне мы вышли на улицы Нижнего Новгорода, и нижегородцев тоже попытали. А бизнес он бизнес? Или бизнес должен быть нашим социальным партнером? Давайте посмотрим, послушаем ответы. Крупным предприятиям, возможно, да, в принципе. Ну, я не знаю, если малоимущим, то нужно. Надо, чтобы они были, как так сказать, с прибылью. Если прибыль есть, я считаю, что должны. Если кто не делает, то нужно ему пересмотреть. Это же предприятие, и руководство предприятия выделяет деньги на благотворительность. Это нормально в современном мире. Я считаю, что раз есть деньги, это крупное предприятие, оно стало крупным не просто так. И работающие люди платят налоги. Почему нет? Ну, я думаю, все равно должны. Потому что всегда меценатство у нас было в почете. Я думаю, от этого никто не обеднеет. Пожертвования от прибыли все равно же списывают на корпоративы. Но если один раз не пойдут на корпоративы, то можно пожертвовать. Откажись от корпоратива, сделай добро людям, видимо так. Есть телефонный звонок. Анатолий Николаевич дозвонился и спрашивает. Ольга Владимировна, наверное, больше к вам. Лукояновский район, потому что поселок Разино. У меня пятеро детей, материнский капитал ушел на покупку жилья. Денег не хватает, а пенсия моя 14 тысяч рублей. Куда мне обратиться? Ну, хотя бы за минимальной материальной помощью. Как-то возможно помочь этому человеку? Безусловно. У нас в регионе действует 86 видов различных социальных пособий. Он должен обратиться в отделение социальной защиты в Лукояновском районе. И ему дадут полную информацию, на какую помощь он может рассчитывать в той или иной ситуации. Это есть и выплаты регионального уровня, есть выплаты федерального уровня. И есть какие-то выплаты, которые после изучения ситуации могут быть единовременными, либо назначены ежемесячными. То есть вот надо разбирать конкретную ситуацию этой семьи. Поэтому пускай приходят в район, ну или, пожалуйста, моя приемная. Я лично могу помочь и заняться этим вопросом. Отлично. Ольга Ивановна, а вот к вам обращаются за какой-то индивидуальной помощью? Понятно, что социальные проекты — это здорово. Но это для всех. А вот так, когда у человека случилось горе? Ну, наверное, у нас хорошо работает администрация города. И вот как раз департамент соцзащиты. И я вижу, что грантовым конкурсом ММК «Партнерство» мы снизили адресную помощь у муниципальных и государственных учреждений НКО. То есть они уже знают, что в определенное время будет грантовый конкурс, что они могут, например, НКО могут заявиться на социальное предпринимательство. Мы делаем информацию о всех грантовых программах, которые существуют на уровне области, на федеральном уровне. Поэтому вот таких обращений нет. Но если они есть, мы их рассматриваем. Но их не так много. У нас, правда, хорошо работает администрация города. Ну и лучше действительно обращаться туда, наверное, думают многие наши телезрители в таком случае. Но скоро Новый год. И все ждут праздник. И взрослые ждут, но особенно, конечно же, дети. И раз уж мы сегодня перечисляем все возможные проекты, которые делает ОМК, я уже потерял им счет, на самом деле. Мне кажется, пальцев не хватит на обеих руках. Но есть еще одно. К Новому году ведь что-то тоже приготовили, насколько мы знаем. Расскажите нашим телезрителям. Давайте сначала посмотрим. А ты предлагаешь смотреть? Да, я предлагаю посмотреть, а потом мы обсудим. Мне будет легче. Волшебные рукавички называется именно так. Вот это событие, которое ждет. Это правда. На самом деле это такой маленький душевный базар, который проводится в Москве. Наши волонтеры были два года волонтерами на душевном базаре в Москве, потому что ОМК была партнером этого мероприятия. И в прошлом году мы сделали такой же формат в Иксе. Назвали ее волшебной рукавичкой. Это выксунцы, это их творчество. Они выбирали. Значит, суть такая, что объединяются различные сектора, то есть некоммерческие организации, социальные предприниматели, активные жители, муниципальные учреждения, которые могут сделать какой-то мастер-класс. Во время этих мастер-классов они ставят ящики для пожертвований. И люди за пожертвования участвуют в этой всей активности. Фактически получается, что люди, живущие в Иксе, узнают, какие есть социальные услуги у них. И плюс еще могут сделать пожертвования той организации, которая им нравится. Такая благотворительная ярмарка получается. Это благотворительная ярмарка, опять же, с партнерским эффектом. Потому что администрация города нам дает помещения, в Иксунский металлургический завод контент, вот эти все строительства площадок для участников. Но вот сама миссия, то, что жители сами делают праздника для себя, плюс они могут поддержать ту организацию благополучателем, которой они являются или которая им нравится. У нас в этом году 12 социальных предпринимателей. Я очень рада, что у нас в социальных предпринимателях вот выбрали хостел на Фани. На самом деле у нас люди с ограниченными возможностями открыли свой бизнес. И есть такой проект «Подсолнух». И там различные, как бы они вяжут из кусочков ткани различные сувениры. «Созвездие» — это организация детей, семей, где растет ребенок с инвалидностью. Они вообще выросли из НКО, получили президентский грант, а потом уже вышли в социально-предпринимательскую сферу. И это очень здорово, потому что появляется очень много услуг различных. И я знаю, что у нас, по-моему, в Шиморском поселке социальный предприниматель, которая открыла социальную парикмахерскую. Она, кстати, будет вести косички, учить других людей это делать. И вот таких интересных интерактивностей будет много. Мы очень рады, что к нам присоединяется Нижегородская служба добровольцев. Мы ждем господина Жильцова к нам. Мы ждем Павловский автомобильный завод и их корпоративных волонтеров к себе. Они еще думают. Вместе с автобусами. Вы уже соседние районы к себе забрали. Да, у нас на Вашиной, Кулебаке. Мы ждем НКО из Арзамаса. Поэтому Муром, к сожалению, на Владимирской области. А то бы мы их к себе забрали. Да, и мы ждем всех нижегородцев. В Икса это интересно, потому что у нас есть где остановиться. У нас можно вкусно и поесть. В различных маленьких кафе и ресторанах. Это в разгар обеденного перерыва нам говорится. И это пройдет 15 декабря. Это суббота, кажется. Это суббота с 10 до 15.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе ФОК. По-моему, улица Корнилова. Можно посмотреть у нас на сайте. Детальную информацию можно будет найти. 15 декабря уже совсем скоро. Я думаю, что нужно... Можно посмотреть все арт-объекты. Ольга Владимировна, нет желания поехать посмотреть? Мы привыкли, что арт-объекты все будет. Мы интриговали. Поэтому я, безусловно, посмотрю. А может быть, вам тоже с каким-нибудь мастер-классом туда приехать? Вполне. Я думаю, что будет интересно. Выксунцы всегда очень рады, когда приезжают из Нижнего Новгорода представители региональной власти. Мы ждем, конечно, Министерство внутренней региональной политики, потому что они наши основные партнеры. И Ольгу Владимировну мы ждем, конечно же. Вот прям сейчас берите за руку и выксунцы. Нет, пока мы вас не отпустим, потому что дальше мы предлагаем вместе с вами поиграть и окунуться в атмосферу меценатства прошлого. Мы приготовили для вас небольшую викторину. В ней, знаете, не так уж и много всего. Пять вопросов. На каждый из них три варианта ответа. Только один правильный. Все это из истории Нижегородского меценатства. Вам нужно объединиться в команду и дать правильный ответ на каждый раз вопрос. Я даже знаю, как, мне кажется, будет называться наша сегодняшняя команда. Ольга в квадрате? Ольга в квадрате или сборная Ольг Нижегородской области. Может быть, что-то такое. Давайте первый вопрос будет появляться на нашей видеостене. Идем в далекие-далекие времена. На страницах Нижегородского летописца есть упоминание о торговом госте Тарасе Петрове, который на свои средства вот что-то делал. Или церкви строил, или выкупал земляков из ордынского плена, или нанимал охрану для Кремля. Чоп такой древнерусский. Как вы думаете? Торговый гость. Я думаю, строил церкви, нам кажется. Думаете, что он строил... Это аналогия с Великим Устюгом. А может быть, еще более социальная была какая-то у него миссия, как думаете? По отношению к землякам. Ну, он, наверное, выкупал земляков из плена. Давайте тогда посмотрим. Посмотрим правильный ответ. И действительно, на свои средства из ордынского плена выкупал земляков. Вот такой благородный поступок для того, чтобы... Справедливо. ...могли люди вернуться домой. Благотворительный совет, я думаю, дал ему премию года по версии 1350 года, я думаю, обязательно. Премия правозащиты какой-нибудь. Удивительно, что он называется гость в этой ситуации. Торговый гость, он же купец, в общем-то. Да, мне кажется, как-то... Давайте дальше посмотрим. Второй вопрос. О благородном поступке Николая Бугрова до сих пор напоминает здание бывшей городской думы на Большой Покровской, дом 1. Не скупился купец на прямую денежную помощь. Поговаривают только милостыни. Раздал он за свою жизнь на эту сумму. Какую? 100 тысяч рублей, миллион рублей, 10 миллионов рублей. Ну, мы сами понимаем, что царские миллионы-то не чета нынешним. Это трудно представить даже в одной комнате. Насколько был щедр Николай Бугров? Как вы думаете? Думаю, что миллион, да, у нас совпала мысль. Думаем, что все-таки миллион. Потому что, ну, 10 царских миллионов, это что-то... Трудно представить просто. Абсолютно трудно. Ольга Валовна, поддерживаете коллегу? Я поддерживаю, да. Давайте посмотрим. Я правильный ответ. А, 10 миллионов рублей. 10 миллионов рублей. Потрясающе. Все-таки 10 миллионов. Будете знать и этот факт теперь. К социальным учреждениям давайте перейдем. Следующая загадка. Как вы думаете, чем занимался созданный в 1779 году приказ общественного презрения? Ну, в смысле, за кем-то надзирать надо, да? Не презирать кого-то вдруг подумать. Выплачивал пособия малоимущим, принимал на службу бедные слои населения или строил сиротские дома и аптеки? Это самый приказ общественного презрения. Как вы думаете? Что-то думаю, что сиротские дома... Мы просто помним, да, богадельня, по-моему, на площади Лядова. Все верно, все верно. Хотя, мне кажется, сегодня бы люди ждали, что будут принимать на работу бедные слои населения. Они не все социально ответственные были, наверное. Вот, уже тогда. Четвертый вопрос касается еще одного нижегородского купца. Что расширил на свои деньги нижегородский купец Яков Башкиров? Как вы думаете, да? Три варианта. Колебинское ремесленное училище, церковь Михаила Архангела или попросту укрепление Кремля? Я думаю, ремесленное училище. Он думал, наверное, о своих кадрах. Я думаю, да. Легкая корысть все-таки была в его действиях. Я не думаю, что... Глад в будущее, да? Инвестиция. Венчурная инвестиция. Давайте посмотрим. И это действительно правильный ответ. Вы ответили абсолютно правильно. Молодцы. Логику меценатов наши гости сегодняшние уловили. И переходим к финальному вопросу. Не знаю, составит вам труда ответить правильно или нет. Или вы знаете этот факт. Купец Михаил Костромин финансово помог когда-то мастеру Ивану Кулибину в создании одного из своих изобретений. Какого именно? Проект моста через Неву, как мы знаем, известный проект. Часы для Екатерины Второй или первые механические протезы. Что из этого было профинансировано на деньги купца Михаила Костромина? Вопрос в семье. Сложный. К сожалению, подсказки зала у нас нет. Не было никого с... Давайте поразмышляем Кулибин. Уже неплохо. Механические протезы, я думаю. Потому что часы Екатерины, я думала, госзаказ был, проект моста. Это тендер был на госзаказ в то время. Давайте посмотрим правильный ответ. И он на самом деле... Часы для Екатерины. Все-таки да. Благодаря, собственно, этим часам Екатерина Вторая и узнала об Иване Кулибине. А уж дальше были проекты моста через Неву, и все другое завертелось, как говорится. Неплохо. Пошли настоящие госзаказы. Давайте подведем на итоги нашего интерактивного голосования. Все-таки как распределились голоса нижегородцев на наш вопрос, должны ли крупные предприятия заниматься социальными проектами. Многое изменилось с начала нашего эфира. Ну, у нас только 4% говорят, что нужно зарабатывать только крупным предприятием, и все. Не надо никуда вкладываться. То есть такие махровые капиталисты, их меньшинство абсолютно сегодня в нашем голосовании. Треть говорят, что социалкой должно заниматься государство, но лишь треть. Сначала это был вариант лидер, напомню. Ну, и абсолютный лидер сегодняшнего нашего голосования, 62,5%, считает, да, должны заниматься крупные предприятия социальными проектами, благотворительностью, потому что, знаете, это было всегда. Да, большие деньги, большие прибыли, большое производство, большая ответственность. Стало ли это удивлением для вас? И тут мы видим роль средства массовой информации в том, чтобы добро распространялось. Потому что вот глядя на пример ОМК, сегодня уже люди считают, что да, что это здорово, когда предприятие очень активно участвует в развитии социальной сферы и реализует социальные проекты. Это здорово. Поэтому для вас отдельная премия за развитие благотворительности. Участвуйте в волонтерских движениях наших и Нижегородской области. И 15 декабря волшебная коричка. И 15 декабря мы вас ждем тоже, будем очень рады. Мы постараемся приехать, тем более не так далеко в Иксе. А сколько там красот, я помню, нам рассказывали так здорово про промышленный туризм. Был ли в Иксе наш коллега Петр Бушуев? Давайте узнаем. Петь, бывало ли у тебя в жизни когда-нибудь место посещения в Иксе? Ты был когда-нибудь? Конечно, был. И, в общем-то, не единожды. Тогда 15 декабря ты везешь нас в Иксу. Благотворительности. Да, договорились все. Бензин на тебе. Это время новостей на новом Нижегородском телевидении. Я готов рассказать о самых главных и актуальных событиях к этому часу. Сегодня у въезда на Канавинский мост изменилась схема дорожного движения. Речь идет о развитии Канавинский мост, улица Керченская, улица Советская. На стафорах заработала стрелка направо. Наш корреспондент утром побывал на месте, и вот что он увидел. Сотрудники госавтоинспекции останавливают водителей не для проверки документов, а чтобы поговорить. А именно напомнить, что на нерегулируемом пешеходном переходе преимуществом обладает все-таки пешеход. Выполнил элементарные правила дорожного движения и не подверг человекоопасности. Экипажи ДПС расположились на пересечении улицы Фучика и Южного шоссе в автозаводском районе областного центра. Этот участок достаточно проблематичный. Данное место было выбрано так, как оно является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, в частности наездов на пешеходов на пешеходном переходе. Автолюбителям лишний раз напоминают быть внимательны к пешеходам, ведь тоже люди. Профилактические беседы, правда, коснулись и участников дорожного движения, которые пересекают проезжую часть на своих двоих. К ним тоже часто есть вопросы. За время проведения операции без нарушителей, конечно, не обошлось. Вот только все они из числа водителей. Каждому придется оплатить административный штраф в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей. За пройдение данного мероприятия уже с семи часов у нас уже было составлено порядка десяти административных материалов за нарушение правил дорожного движения, то есть непредоставление преимущества пешеходам. Лучших молодых персоналов в сфере туризма определяет в Нижнем Новгороде. Соревнования по компетенции туризм и администрирование отеля проходят сегодня в рамках чемпионата WorldSkills Russia. Участники демонстрируют свое мастерство в области персональной деятельности по продвижению и реализации туристического продукта. По итогам проведения чемпионата будут определены лучшие молодые специалисты, которые войдут в сборную Нижегородской области для участия в дальнейшем этапе соревнований WorldSkills Russia и будут бороться за право представлять регион в национальном финале конкурса. Мне кажется, что ничего нового мы тут делать не будем, но вот эта стрессовая обстановка, когда идет время, когда очень ограничено, когда есть конкуренты, это как-то страшает. А у меня на этом пока все о развитии событий в наших следующих выпусках. Следующее время новостей вы увидите в 17.30, а также в 17.15 увидите программу «Патрули». Оставайтесь на новом Нижегородском телевидении. Следующее время новостей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok